А теперь давайте послушаем и посмотрим, что нам соврет Млечин о расследовании Катынского дела в 1944 году. В ответ на немецкую кампанию вокруг Катыни в Советском Союзе была создана комиссия под председательством академика Николая Нилча Бурденко, главного хирурга Красной Армии и первого президента Академии Медицинских Наук. После освобождения Смоленска комиссия представила заключение, что это немецкая провокация, на самом деле поляков расстреляли сами немцы. Единственным реальным аргументом комиссии Бурденко было то, что всех поляков убили из оружия немецкого производства. Млечин соврал, но ему некуда деться. Нужно же хоть что-то сообщить о комиссии, которая действительно расследовала это дело. Работу комиссии Бурденко в зиму 1944 года освещали не менее дюжины иностранных корреспондентов. Один из них, корреспондент британской «Санди Таймс» и радиостанции «Би-Би-Си» Александр Верт, отнюдь не друг СССР, написал 20 лет спустя в разгар уже холодной войны книгу «Россия в войне». Но в ней он даже упрекает советское правительство именно в том, что комиссия Бурденко не использовала в качестве реального довода немецкое оружие убийства. Цитирую Верта. «Факт, который, судя по его дневнику, сильно беспокоил Геббельса». Конец цитаты. Так от каких же доказательств, собранных комиссией Бурденко, хочет увести своего зрителя Млечин информацией о немецком оружии? Дело в том, что немцы перестреляли поляков не просто в зоне отдыха Смоленска, а прямо на поляне, на которой не только в 1940-м, но и в 1941 году располагался пионерский лагерь Смоленской облстрахкассы. Вы можете себе представить тайный расстрел и захоронение 15 тысяч человек между палатками пионерского лагеря? Далее. Советские судмедэксперты показали корреспондентам, что вызвало у тех, в том числе и у Верта, естественное отвращение, что по степени разложения даже внутренних органов трупы не могли лежать в могилах уже три года. Далее. Немцы упирали на то, что в карманах трупов польских офицеров якобы не было документов с датами позже мая 1940 года. А комиссия Бурденко раскопала могилы, не тронутые немцами в 1943 году, и нашла и показала корреспондентам документы с датами даже 1941 года. Вот эти документы Млечин пытается выдать за документы, якобы найденные немцами. Сравните уже показанный эпизод из фильма Млечина с тем, как озвучены эти кадры в советском документальном фильме тех лет, из которого Млечин взял видеоряд. В могилах нашлись документы расстрелянных и даже дневники, которые польские офицеры вели до последних дней своей жизни. Обнаруженная на трупе номер 53 неотправленная открытка, адресованная в Варшаву Богателя 15, квартира 47 Ирине Кучинской. Открытка написана на польском языке военнопленным польским офицером Станиславом Кучинским из лагеря О.Н. номер 1 и датирована 20 июня 1941 года. Записка, обнаруженная на трупе номер 74, принадлежавшая польскому офицеру Вронскому, датированная сентябрём 1941 года. Важный документ. Блокнот с собственноручными записями бывшего бургомистра Смоленска, предателя Меньшагина. В этих записях, относящихся к осени 1941 года, упоминаются некоторые меры, предпринятые немцами в отношении польских военнопленных. И, наконец, комиссия Бурденко в присутствии иностранных корреспондентов опросила свидетелей, которых было 95 человек. Вот несколько эпизодов из фильма «Трагедия в Катынском лесу». Вызвали меня в гестап, чтобы показать мне, что польские офицеры расстреляли в Кольже-Горах в 1940 году русскому НКВД. Что я работал на станции Смоленск и видал этого, как вагоны прибывали и справлялись на станции Гнездово. Я эти ложные показания отказался показать, ввиду того, что в Кольже-Горах находился дом отдыха. И там весь круглый год отдыхающие находились в этом доме. И население кругом, которое находится, ходило летнее время по грибам, по ягодам, а зимнее время собирали дрова там. И никаких не видали расстрелы польских офицеров. И не слыхали выстрелы. Тогда офицер ударил меня плеткой, что такие нам показания не нужны. Приказал положить меня, понимаете, на койку. И начали меня бить бичами. Били они меня долго. Потом приказали встать и сказали, что подпиши нам ложные показания. Я обратно отказался. Не могу показывать ложные показания, что кругом населения знают, что никаких расстрелов здесь не было. Он приказал еще вторично меня положить. И начал тоже избивать меня. Потом взял революцию стола и сказал, я тебе пристрелю, нежели вы не покажете это показание. Они мне положили еще и начали избивать. Я стал без сознания. И пришлось мне подписать это ложные показания. Я работала на даче у Козьегорова. Гладила белье. Отставил меня ундер-офицер в розу выполнить эту работу. Вдруг приходит солдат и говорит, собирайтесь, идите домой. Я говорю, я не кончила работу. А он мне говорит, распоряжение ундер-офицера, идите домой. Я с волосы пошла. Он меня довел до шоссе и ушел. Я пошла по шоссе. Обернулась в вижу группу военно-пленных поляков. Человек 30. Подстроим конвоем немцев. Пропустила их, я вернулась. Села в куст. И через минут 20-30 я услыхала, когда из дачи заносились такие выстрелы, мне уже знакомые, которые я услыхала тогда, когда приходили к нам на дачу машины. Первый раз меня спросили осенью в 42-м году. Привели до него в гестап. Сидит переводчик, а с другой стороны офицер. Расскажи, как, говорит, уничтожали, говорит, большевики в 40-м году, говорит, польских офицеров. Я говорю, я не видаю и не знаю. Я говорю, ко мне приставать. Ежели, говорит, перескажешь, то ты будешь у нас человеком, и мы родим тебя. И сейчас отвезем домой, и сечь не будем. А ежели, говорит, не скажешь, составим смертный приговор, говорит, на тебе и звезем. Туда идея, говорит, поляки расстроенные, разопнем на сосну и выдерживаем твои усе жилы. Ты, может быть, говорит, присоединился к ним, говорит, а то, говорит, мы тебе покажем. Сейчас, говорит, ты признайся. Едет двух парней, одни на листов, распили меня на столу, учитвером, и ну, да нет, этими немецкими палками бичевать. Отбичевали так, что я свалился, не могу встать. Ну, она говорит, вставай, надевайся, обратно будешь на столе. Я кое-как взял эту свою, эту визиточку свою, да не в тюрьму посадить. Опять же, начали добиваться серьезными, чтобы я рассказал, как большевики польских офицеров унистажали. Я сказал, я не знаю. А, говорит, ты не знаешь, с угрозами офицер с книжки вывел лист бумаги писаный по-намецкому. Я не мог, ведь я малых рамок писал. И заставляли меня насилием, чтобы я расписался. Я взял и расписался. Свидетель Базилерский, что сообщил вам Меншагин о судьбе вашего ходатайства об освобождении из концлагеря одного советского военно-пленного? Меншагин ответил, что ходатайство комендантам фон Швецам об освобождении военно-пленного отклонено. Относительно же облегчения в лагере режима для русских военно-пленных сообщил, что из Берлина имеется определенная директива соблюдать военно-пленных в самый строгий режим. На мой недоуменный вопрос Меншагину, что же может быть жестче существующего режима, Меншагин наклонился и типа сказал, «Может быть, русские по крайней мере будут умирать сами, а вот относительно поляков имеется распоряжение из Берлина ликвидировать их». На мое восклицание, как ликвидировать, как нужно это понимать, Меншагин ответил, в самом прямом смысле слова, имеется директива из Берлина военно-пленных поляков расстрелять. Две недели спустя на мой вопрос Меншагину о судьбе военно-пленных поляков.